Привет всем! Сегодня хочу снять обзор на такую темную эпоху Бритни Спирса, она так и называется Blackout. Для многих это любимая эпоха, для некоторых это эпоха, с которой началась любовь Бритни Спирс. Но мне кажется, это вещь, которая не может пройти незаметной. Это очень-очень крутанская эпоха. Да, она не раскручена, ничего вообще Бритни не делала в нее. Но просто записала альбом, выпустила пару синглов и в принципе все круто. Скандальное выступление с Гимми Моа. Я думаю, многие слыхали о нем. Песни Гимми Моа, Писывми, то есть достаточно крутые хиты, достаточно крутая эпоха. Я думаю, фанаты Бритни согласятся. Многие вспоминают ее очень частенько, потому что Бритни написала этот альбом сама. Ну, в плане, сама выбирала, с кем его писать, сама выбирала, что на него записывать. То есть все сделала сама. И получилось очень даже. Давайте смотреть на сам альбом. У меня, на удивление, русская лицензия. И тогда русские производители еще выпускали лицензии с буклетами. И это очень круто. У меня она с буклетом. Но вот здесь видим Russian Version. И здесь вот наклеечка. Но здесь ничего не дополнено. То есть, когда вышел альбом, примерно вот через пару дней, когда там вышла русская, может она сразу вышла, я его купила. То есть, ничего, никаких бонусов, ничего нет. Я не перекупала его, ничего. Поэтому, конечно, есть картанские там бонусы, типа Everybody, Get Back, там еще много-много всяких песенок. Но, к сожалению, нет то, что есть. Ну, по крайней мере, с буклетом. Так выглядит диск. То есть, такой. И вот так вот у нас здесь все выглядит. Такой, знаете, неожиданный альбом был. То есть, оба-на, вроде у Бритни все как-то странно, все непонятно. И оба-на, выходит альбом. Вот, как-то так. Ну, в общем, давайте смотреть буклет. В буклете нет ничего такого. Прямо супер-пупер. Картиночки, песенки. Название песен и кто создавал эти песенки. Ну, такой вот фотосет Бритни провела для вот этого альбома. Ну, очень прикольно. Я вам советую послушать. Даже если вы там какой-то не очень любитель Бритни сперс. Мне кажется, это очень интересный альбом. По крайней мере, одна там песня вам точно какая-нибудь понравится. Потому что песни написаны в разных стилях. Может быть, даже больше. Очень такой скандальненький альбомчик. Ну, как-то вот так вот. Вот так вот интересно все. В таком вот интересном стиле все выдержано. Но, в принципе, Бритни жгет. Вот так вот. Такой альбом. И три сингла, которых выходили. Еще также есть радар-сингл. Правда, он вышел уже на следующем альбоме Circus официально. Но люди считали, что он должен был выйти раньше. И состряпали его сингл, который сейчас за бешеные деньги продается. Поэтому три официальных у меня, в принципе, есть сингла. Все остальное я не знаю даже как. Гимми Мо. Вот так вот выглядит дискочек такой вот розовенький. И здесь, в принципе, всего две песенки. Так все это выглядит. Также сингл Piece of Me. Недавно так приобретенный. Так все это дело выглядит. Но он такой вот дополненный. То есть в нем, видите, много треков. То есть это уже макси-сингл можно считать. Тоже прикольненько так все. Здесь вот даже слилки в Гимми Мо. Так что вообще очень круто. И Break the Ice. Такое, знаете, клип непонятно что вообще вышло. Но мне он не очень нравится. Но песня такая заводная. Вот. Так все выглядит. Тут тоже типа макси-сингла, я как понимаю. Тут даже есть видяшка на диске. Видимо, сам этот клип непонятный. Но я не то, что там, может, он кому-то нравится. Но мне просто люблю клипы, где есть артисты, а не какие-то мультики. Это чисто мое мнение. Вот такой кратенький обзор на Эру Blackout. Пишите в свое мнение. Пишите, нравится ли вам эта Эра. Я лично люблю ее. Очень интересный альбом. Всегда вот как бы тянется рука его послушать. Огромное вам спасибо за внимание. И пока-пока. Огромное вам спасибо за внимание.